Как лучше задать вопрос? Как лучше передать информацию? У кого-то наверняка есть какие-то ноу-хау, которые человек хотел поделиться. Самый лучший способ – это приехать в Минск и там спокойно поговорить. Отвечаю. 3 960 рублей поезд Москва-Беларусь. И вы там задаете вопросы. Но, разумеется, в оговоренное время. Потому что, естественно, у Анатолия Дуаровича график очень плотно расписан. Поэтому мы понимаем, чем больше мы его отвлекаем, тем меньше он делает для Skyway. Надеюсь, это понимание у нас есть, да? Отлично. А как же? Все будет. Значит, я вас уверяю, у нас прекрасная команда видеооператоров. Вы видели, они делали трансляцию из зала, делали трансляцию непосредственно флипчарта. Поэтому все будет записано и будет доступно. Поэтому, если что-то не уловили или нужно еще дополнительно посмотреть, такая возможность будет. Пока Анатолий Дуарович сейчас ведет переговоры, мы с вами посмотрим ролик. Я думаю, что этот ролик как раз настроит нас на рабочий лад. Почему летит ракета? Потому что она выбрасывает продукты горения в окружающую среду, в атмосферу. Какой бы транспорт я ни взял, есть колоссальное самодействие с окружающей средой. Но он опасен. И проблемы экологии вылаза. Но если при выходе в космос в служении в Сен-Сен-Армаз-Системы не будет менять положение в пространстве, то мы можем использовать внутренние силы для выхода в космос. А поскольку будет использоваться только внутренней силой системы, тогда система будет экологически безопасной. Сен-Армаз-Сен-Армаз Выступление, пожалуйста. Сначала слово губернатору Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мер, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен в том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета следующий пункт для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному. Но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручений, и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете, и, так сказать, тогда всем свяду к вам. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовый участки. На которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, созмеримые, с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будет работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государствам, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас. Работает? Да, да, да. Дорогие друзья, ну я думаю, с Сибиряковым мы ответим на вопросы на все и в онлайне, а такие встречи они бывают вообще, наверное, раз в жизни, потому что я не знаю, когда Анатолий Дарьков еще сможет уделить всем вам время, может, когда уже как минимум 100 тысяч километров дорог построим, может быть, тогда. Я думаю, что мы лучше отдадим полностью все вопросы для Анатолия Дарьковича связаны с техническими вопросами и так далее. Хотя у меня есть вопрос тоже. Ну, я думаю, мы там сядем. Если будут вопросы персонально к нам, то вы тогда говорите, мы будем подключаться, потому что действительно не хотелось бы отвлекать внимание, потому что это очень важно. Но если будут какие-то вопросы и надо будет, Анатолий, если вам нужна будет помощь, вы к нам обращайтесь. Конечно. Я уже стал орденоносцем, я уже, вот видите, православный цветок получил в подарок. Для здоровья. Есть, да? Добрый день, Анатолий Эдуардович, меня зовут Владимир Миленький, я инженер, город Москва. У меня три коротких вопроса. Первый вопрос. Как вы боретесь с температурным удлинением струнного рельса? Ну, это на пальцах объясню. Да. Из физики известно, что если нагревать предмет, то он расширяется, да? А при понижении температуры сокращается. Поэтому в рельсах железнодорожных делаются стыки температурные. Но есть еще и другое, что если концы предмета закрепить, заневолить, то меняется не длина, а напряженное состояние. Причем, это опять же физика, есть коэффициент линейного расширения у любого материала и есть модуль упругости у любого материала. Поэтому, если для стали переносить эти цифры, то получится цифра примерно 25 кг на сантиметр квадратный на градус Цельсия. При изменении температуры на 1 градус, это предмет, заневоленный по концам стальной, изменит напряжение на 25 кг на квадратный сантиметр. Поэтому, если у нас, допустим, перепад 100 градусов температур, а мы проектируем со сроком службы не менее 100 лет. Поэтому есть методики даже определения за 100 лет максимальной температуры и минимальной температуры. При этом с учетом метеорологических наблюдений, исторических и других климатических изменений. И поэтому, если на 100 градусов будет температура меняться, то в металле, в стали, напряжение изменится на 2500 кг на квадратный сантиметр. При этом температура может по-разному меняться, потому что есть еще температура, когда конструкцию заневоливают, закрепляют концы. Если у нас, допустим, будет минус 50, плюс 50, перепад температур, при этом температура вот эта, с учетом температуры нагрева на солнце. Мне иногда говорят, что мы там безграмотные и вообще не понимаем, как конструкция работает. Это не так. Наоборот, мы даже учитываем цвет краски. Потому что от цвета краски, которой покрашена конструкция, будет зависеть от этой температуры. Мы даже это учитываем и, соответственно, мы так окрашиваем струнный рельс, чтобы температура уменьшилась на 20 градусов нагрева на солнце. Что уменьшает напряжение на 500 кг на квадратный сантиметр. Поэтому, если мы заневолим конструкцию при нуле градусов, то она будет до минус 50, да, от нуля на 50 градусов. Это 1250 кг на квадратный сантиметр. Это будет растяжение. И если на плюс 50 от нуля, 1250 кг на квадратный сантиметр, нажатие. При этом в струнном рельсе есть струны. Это высокопроложная проволока, у которой, я уже говорил, прочность порядка 20 тысяч кг на квадратный сантиметр. Это ясно, что намного больше, чем вот эти напряжения. При этом, когда мы натянем струны до напряжения рабочих, это 10 тысяч кг на квадратный сантиметр. Это рабочее напряжение. Это допустимо. В нормативах любой страны есть строительные нормативы, мосты и трубы, эстакады. Там такие допустимые напряжения. То струны, если они натянуты до усилия, допустим, 300 тонн или 500 тонн, ну зависит от конструкции. Сжатие в корпусе от того, что она, вот мы от нуля заневолили, потом плюс 50. То в корпусе будет сжатие, допустим, 50 тонн. У рельса струны останется растяжение 250 тонн, даже если будет она нагрето до плюс 50. То есть эта конструкция растянута и она не потеряет устойчивость. Поэтому мы, естественно, учитываем все это и более того, проектируем так, что конструкция простоит 100 лет и будет работать без проблем. И это мы показали в озерах, где построено было 150 метров. Пока вандалы не снесли. А у вандалов есть имя. Это Министерство транспорта Российской Федерации. Вы видели поддержку президентам. Вот в ролике, да? Видели, как выступил Морозов, губернатор Краснодарского края. Когда президент страны, тогда был Медведев, дал поручение Минтрансу найти для нас миллиард рублей. Это было тогда 30 миллионов долларов, чтобы построить тестовый участок в Ульяновске. Они не бросились искать деньги, хотя деньги в Министерстве транспорта были. Они собрали закрытое совещание. И министр спросил, нам нужен такой конкурент? Я ему сказал, нет. Через неделю приехала бригада 100 человек с самой совершенной техникой. Подъемные краны, газорезки, пилы с надписью МЧС. За сутки, то, что вы видели, где Зил ходил в полигон, исчез с лица Земли. Я даже там шучу иногда, что МЧС, это, видимо, инопланетяне, межгалактические, там, чрезвычайные, межгалактические чрезвычайные сносители, приехали, снесли полигон, увезли на Марс, на Юпитер, где-то изучают. Потому что концов, мы не знаем, куда это исчезло, мы не нашли концов. Мы стоили год почти, исчез за сутки полигон. Представляете, да? Так вот там что-то простояло нормально и 9 лет отработало, никаких проблем не было с устойчивостью, с напряжением, с надежностью и так далее. Второй короткий вопрос. Вы сказали, что используется мотор очень компактных размеров, большой мощности. Как вы будете отводить тепло? Дело в том, что у любого двигателя есть понятие КПД, коэффициент полезного действия, поэтому энергия затратится на полезную работу, а потом выбрасывается, которая не полезная работа. Так вот, двигатель внутреннего сгорания, у него проблемы, у него КПД 30-35%. У нашего мотор-колеса КПД 96%. Вот только то 4% уйдет в тепло. Это небольшой процент, там достаточно даже воздушного охлаждения, но когда будет большой мощный двигатель, мощное мотор-колесо, то там будет жидкостное охлаждение. И последний вопрос, касающийся далекого будущего. Spaceway. Представим себе ситуацию, что проект реализован, я очень на это надеюсь, пройдет 100 лет, и мы придем к очередному этапу загрязнения космоса. Сейчас уже говорится об экологии космоса, потому что огромное количество спутников и космического мусора находится на орбите. В том случае, если производство переносить в космос, тогда куда девать отбросы и как от них избавляться? На самом деле, экологию придумал термин «человек». В космосе есть все. Взрывы сверхновых звезд, температура там миллиард градусов, мощное излучение, вакуум, там чего только нет. Поэтому понятие мусор для космоса, температуры большие, радиация, это не связано с экологией, это все там присутствует. Поэтому человек, вынеся индустрию в космос, ничего там не изменит. Ничего. Экология, она на Земле. При этом, смотрите, вот я беру научную теорию возникновения планеты и жизни, а не религиозную. По научным представлениям, Земля образовалась около 4,5 миллиарда лет назад. Через 500 миллионов уже появились первые микроорганизмы. Потом появились растения, и растения в качестве отхода жизнедеятельности стали вырабатывать кислород. Это отход. Этот отход стал попадать в атмосферу, и до этого было мощное электрофиолетовое излучение Солнца, которое убивало все живое. И этот кислород стал преобразовываться в О3, Озон. И Озон стал задерживать ультрафиолет, да? В результате начала бурно развиваться жизнь. И образовалась почва. Что такое почва? Это отход жизнедеятельности. Это то, что прошло через кишечник, желудок, что перегнило, да? Это отход жизнедеятельности живых организмов. Поэтому и то, что там, и леса, и почва, и коралловые острова, это сделало всю жизнь. И изменило мертвую землю под себя. Она стала живой, земля, да? И этот процесс занял 4 миллиарда лет. А теперь представьте, что в этой... То, что создана жизнь, создало 4 миллиарда лет, стал человек создавать индустрию в этом же месте. И отходы у индустрии другие. Там не кислород отход, а СО2, аштор, плавивая кислота, что там только нет, терриконы, да? И там не почва будет образовываться, а другое. Вот эта индустрия убьет то, что создало жизнь. Поэтому вот это надо разделить. Потому что в одном месте биосфера оказалась и техносфера. Надо разделить пространство. И техносфера пусть обслуживает биосферу, обслуживает, но не мешает ей развиваться, да? Поэтому мы улучшим экологию на Земле, не ухудшим экологию космоса. При этом по поводу отходов. Вот падает метеорит и так далее, понимаете? Там столько вещества болтается в космосе. Поэтому если мы немножко его изменим, да? И будет немножко другого вещества болтаться, там ничего это не меняет. При этом есть природный утилизатор, это лучше любого другого утилизатора, это Солнце. На Солнце каждую секунду падает несколько миллионов тонн вещества. Миллионов тонн. Потом можно, в принципе, отходы совершенно безболезненно хоронить на Солнце. Это очень легко сделать. А освободив в том числе космос, то, что сейчас происходит, то, что сделаны, вот, ну, ракетная, как бы, составляющая освоения космоса. Космос сейчас неправильно осваивается, но по-другому нельзя осваивать сейчас. Если взять планету, то одни запускают вот так спутник, другие вот так запускают спутник, третьи вот так запускаются, так, а все орбиты пересекаются. Везет только то, что они настолько редко встречаются, что они не могут столкнуться. Но когда произойдет насыщение, а это рано не произойдет, все это разрушится, как карточный домик. Потому что удар, осколки, новые удары, новые осколки, и это все рухнет на голову всем. Уже были случаи, когда у Челленджера, ему не везло, ну, вот, это первый корабль, шатт, который разбился, да, ну, взорвался. В одном из полетов предыдущих, он чуть не погиб, этот чернок, по простой причине. Чуть не был пробит иллюминатор. Чем? Кусочком краски, который отслоился от предыдущего полета, и эта краска попала в иллюминатор. Она едва не пробила кусочек краски. Потому что скорость там 10 километров в секунду, метериты, может быть, 20 километров в секунду. Капля воды пробует бетонную стену толщиной в метр. При этих скоростях, да. И вот это все вращается. Представляете, какая тут энергетика? И вот это все рано или поздно рухнет всем на голову, да. То, что я предлагаю, там другая совсем схема работы. Это как кольца Сатурна. Я уверен, что Сатурн, это кольца неприродные. Я в этом убежал. И ее построили цивилизацию. Потому что по-другому, ракетой невозможно Сатурна взлететь и освоить космос. Только с помощью того решения, которое я вам предлагаю. И там, если взять планету, кольца вокруг плоскости экватора, причем они не пересекаются орбитами. Они не пересекаются. Поэтому индустрию надо строить по этому же принципу колец, которые никогда не упадут и не будут мешать друг другу. И там места достаточно, чтобы построить всю индустрию и обслуживать все человечеству. И это будет безопасно и экологично. И для Земли, и для космоса. Я вас понял. Благодарю. Анатолий Дарьевич, я отсюда задам вопрос. Андрей Ховратов. Позавчера состоялась встреча с одним человеком. И мы рассказываем об этом направлении. Он, оказывается, советник Министерства транспорта как раз вот этих вандалов. И он сказал одну интересную вещь. Я почему не вам задаю, а потом рассказывать. А чтобы все услышали, я думаю, Анатолий Дарьевич сейчас даст хороший ответ, чтобы вы все отвечали. Потому что вполне вероятно, когда мы будем беседовать, такие товарищи, которые работают в Министерстве транспорта, будут об этом говорить. Так вот он сказал такую вещь интересную. Что говорит, ну, во-первых, говорит, я неского знаю, неужели так все продвинулось. Когда я показал Экотехнопарк, сказал, вау, а где же он деньги нашел? Я говорю, ну, мы простые люди ему помогли. Говорит, вот это да, ну, вы даете, говорит, ребята. И он сказал такую вещь, что любой транспорт сегодня в России, любой без разницы, и Министерство транспорта, оно, цель его, главная задача, это безопасность движения, безопасность для граждан. Вот он говорит, Вакуумина гибнет полтора миллиона человек. Да, да. И вот он говорит, какую вещь, ну, это связано, когда-то со здоровьем занимался, Министерство здоровья, оно точно по такому принципу работает, я так понимаю. Так вот он сказал одну вещь, что если это все классно, давайте запускайте, я, говорит, обеспечу, ну, не он, мы сами сможем потом, если что, обеспечить, выезд на ВЭКотехнопарк, потому что, как он сказал, по работе Министерства транспорта в России, если это в Беларуси, и необходима будет сертификация проведена в России, то наши специалисты должны выехать, быть какое-то время, и мы сможем получить, скажем так, сертификацию для реализации в России. И вот здесь состоит такой вопрос, в чем состоит вопрос, если у нас до этого дойдет, и получается, что, как он сказал, понимаете, говорит, вот вы договорились с каким-то губернатором, все, он сказал, все хорошо, но, говорит, он обратится в Министерство транспорта, а мы скажем, а мы ничего не знаем, ну, к примеру, и поэтому, говорит, вам в любом случае нужно будет заходить через Министерство транспорта, получать вот эту сертификацию. Она, процедура, в принципе, не сложная, но, тем не менее, а, что он сказал, что в начале этого года принят был закон, связанный со строением автодорог, что на автодороге строили, чуть ли не какой-то там бывший строитель, да, а сегодня он уже автодороги строит. И был принят закон, что если, вот, к примеру, губернатор с какой-то компанией свою сделал, и строят дороги, и погибли люди, значит, от директора компании получит 15 лет, и губернатор, который разрешил, говорит, поэтому, в любом случае, вам придется обращаться к Министерству транспорта для вот этой сертификации. И вот вопрос состоит в том, что нам стоит ли уже или компаний, или нам, как фонду, инициировать эти вопросы, когда уже будет сертификация в Экотехнопарке, чтобы они приезжали, сертифицировали в Россию. Или как вообще эти вопросы делать? Вопрос в понятии. У меня встречный вопрос. Как вы думаете, надо идти для сертификации самолета в конюшню? АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, раньше был гужевой транспорт, в 19 веке, да? И когда по всему миру строили дороги железные, Министерство транспорта говорило, нам это не надо. И даже совещание царь, по-моему, Николай I, где собирало правительство, что надо построить царско-сирскую дорогу железную. Правительство дружно сказало во главе с Министерством транспорта, это нам не нужно. Мы должны развивать гужевой транспорт. То есть конюшня. Царь послушал, говорит, ну ладно, мы создаем комитет, цесаревич возглавит, так сказать, и построили соцско-сирскую дорогу. Потом возникла идея строить дорогу железную Москва-Санкт-Петербург. Опять царь собирает правительство, все говорят дружно, нам это не надо, нужно развивать гужевой транспорт. По этой же схеме была построена потом эта железная дорога. Я поражал Министерство транспорта, она не изменилась. Так, 18 раз многие выдающие люди России 19 века конца обращались к царю о том, что нужно строить Транссибирскую магистрату. Министерство транспорта России 18 раз отклоняло это предложение 18 раз официально с такими, значит, как бы, по таким причинам. России это не надо, нужно развивать гужевой транспорт центральной части России. в это время вот отношения в России и в США, в Америке, в это время американцы с 1800, ну, в США 1880 по 1890 год. У нас в России говорили, что надо развивать гужевой транспорт, а там за 10 лет киркой и лопатой не было инструментов, не было техники, не было автомобилей, не было подъемных кранов, была телега, кирка, лопата. Построили 117 тысяч 500 километров, 12 Транссибов. Я в Министерство Транспорта Российской Федерации обращался не раз, и не только я, академики и так далее. И к президенту лет 15 обращался, может, 20. И одно было такое знаково, как бы, один разговор, то есть мы написали президенту письмо о том, что надо строить Россию струнной дороги, и нашли концы письма, оно оказалось в Министерстве Транспорта, хотя адресовано было к президенту, в Департаменте развития Министерства Транспорта Российской Федерации. И когда я своего помощника попросил позвонить и узнать, как там судьба нашего письма, он включил телефон на громкую связь. Я такого количества матов в свой адрес ни разу в жизни не слышал. Матов юнистский там пипи, да, и вот да с этим хренью, да он бы натянул веревочку в ванной комнате, понял, что это все работает, он не знает физики шестого класса. Вы знаете, к своему стыду не знает, потому что я физику начал учить в седьмом классе. потому физики шестого класса действительно не знает. И вот с чем туда идти, вот чтобы это снова увидеть, да, и переценится роль сертификации. Вообще в мире везде сертификация отменена, чтобы знать. Я могу сертификация соответствует, я сказал, что это соответствует нормативам международным, я могу эксплуатировать. В России это тоже есть. Многие переценят значимость сертификации. Это не продукт питания, это другое. Если говорить, самая важная часть дороги, Skyway, это эстакада. Это строительное сооружение. Ни одно строительное сооружение не сертифицируется. Думаете, вот это здание сертифицируется? Нет, конечно. Думаете, мосты сертифицируются? Нет, конечно. Используются сертифицированные материалы. бетон, щебень, арматура. Так и мы, естественно, будем использовать сертифицированные материалы. Что же касается подвижного состава, то мы будем сертифицировать, и у нас, если я создал подразделение про сертификацию, у нас ЗАО струнной технологии у нас есть, мы уже сегодня занимаемся сертификацией. Там к подвижному составу есть требования, я уже некоторых из них говорил, чтобы в какой-то стране Юнибус мог эксплуатироваться, то нужно отвечать требованиям для колесного пассажирского транспортного средства. Не важно какое. Какое требование? Ну, если мы дверь сделаем 60 сантиметров, то, наверное, инвалидная коляска не въедет. Сегодня задавали вопрос. У нас дверь метр 20. Если, конечно, мы сделаем дверь вот так по поезду, то, наверное, туда не зайдешь. А у нас дверь высотой 2 метра, 5 сантиметров. Хотя требования для такого типа микроавтобуса метр 60. Ну, наверное, мы вам соответствуем. Какие требования есть? Негорючие материалы, потому что может кто-то иди покурить, бросить, все загорится. Естественно, нужно быть негорючим материалом. Естественно, у нас негорючие мотелы слона. Если кто-то будет ехать и читать книгу, то, наверное, должна быть определенная освещенность на уровне глаз. И это есть требование. Естественно, мы его соблюдаем. То есть нет ни одного требования, которое бы не соблюдали. Поэтому мы сертифицируем Юнибус в любой стране мира. Чтобы нам министерство не говорило о транспорте. Поэтому дружить с ними надо. Но можно без них все это делать. Без конюшней. Только железнодорожной. Я помню, когда я встречался, не буду называть фамилию министра пути Софии. Он уже лучше, чем из миров. Помню, когда я принес рекламу, это было лет, наверное, 15 назад. Он говорит, ну, как классно. Как вот эти примерно. Как красиво. Он говорит, слушай, а где шпалы? Дальше было характерно. Он берет со стола на пол, тогда мне это не интересует. Вот пойдем мне сейчас сразу, потом кто-то из них цепит. А где вот это? А, нету? До свидания. Мы можем без них и будем без них. Но будем дружить. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. У нас в городе Новороссийске на побережье Черного моря в основном очень хороший порт, удобный порт и большое количество грузов вытаснило пассажирский транспорт. Люди, конечно, вынуждены набираться в Анапу, в Геленджик, чтобы оттуда в Краснодар ехать по разным городам, точкам нашей страны. Вот. Поэтому эту проблему еще принятие даже грузовых автомобилей у нас там мы будем поднимать до уровня высшей власти. Но как примут, наверное, так же, как и вас, вот здесь тоже самое в штыки. Это я подозреваю. Я вот вопрос вот какой задаю. Простые граждане, оказывается, в штыки воспринимают эту идею, с которыми я пытаюсь рассказывать и информировать. А именно, я хочу в лесу своим транспортом подъехать, а вы сам сейчас начнете свое что-то придумывать, в лес не доберешься, в горы не доберешься, у нас там гористая местность. Вот вопрос. В конструкциях, ну вот, если это точная застройка, Новороссийск перегрузили большими высотными зданиями в последнее время. Будет где-то к этим домам возможность пристраивать лифты, башни, чтобы в них как-то поднимать эти наши юнибусы до того же леса и там по горам где-то вот эти вот линии на места отдыха. Такая возможность по городскому транспорту будет предусматриваться? Это раз. Второе. Вопросы такие от этих же наших граждан. Через какое время остановки в городском транспорте могут быть и на каком расстоянии? Так, ну здесь много вопросов прозвучало. Ну это примерно реакция такая же, какая была. Это недостатка информации, это непонимание, это все объяснено. Когда начали строить первые железнодороги, какая была реакция? Это нельзя, все хаты сгорят, куры перестанут нести яйца, а коровы давать молоко. Надо все это запретить, потому что не понимали, что такое. Когда начали строить эти железнодороги, а потом уже все привыкли, стали уже автомобили выпускать, то, например, в Голландии был один из законов, который гласил как? Это было в начале 20-го века. Если вы едете на автомобиль и навстречу вам идет лошадь с телегой едет, вы должны остановиться, чтобы не напугать лошадь. Если лошадь заржала испугавшись с автомобиля, вы должны накрыть ее супном, автомобиль. Но если она встает на дыбы, вы должны разобрать автомобиль и унести в кусты и накрыть там. Это даже довольно незаконно было, потому что, естественно, общество не воспринимает инновации, оно всегда сопротивляется. Это естественно. Мы консервативные, это нормально, кстати. Поэтому вот это консерватизм, он объясним, или это легко преодолимо. До тех пор, вот когда он проедет первый раз, все поймет. Понимаете? Даже как на зеле, в озерах, вот я не буду тоже называть фамилию, генерал, председатель гастроя, то есть министр строительства, я или уговорил съесть в ЗИЛ. Он говорит, как я по этим ниточкам поеду, оно все упадет. Я говорю, да не бойтесь, я уже столько раз ездил, это все это. И вы видели, когда он вернулся, вот с этой высокой опоры, там 15 метров, он такой был счастливый. Он такой, говорит, я столько на зеле езди, он такой мягкой езды, говорит, первый раз такое, это чувство. Я чувствовал себя птицей. Еду, дороги нет, а вокруг воздух. И это безопасно, он это понял. Поэтому, это еще раз говорю, преодолимо, и тут не будет проблем. Так вот, мы не отнимаем землю. И в лесу тоже. Так вот, дорога, даже лесная, отнимает землю. Потому что там росли бы деревья, а там нет деревьев. И автомобиль загрязняет эту почву, убивает ее. Поэтому не надо бояться наших опор в лесу. Надо бояться лесных дорог, которые там есть. И автомобиль, это вообще консервная банка, по большому счету. Говорят, автомобиль дал свободу человеку. Нет, это неправда. Не автомобиль дал свободу, дала дорога свободу, которая подошла к каждому дому. Вот представьте, дорог нет. Кому нужен автомобиль? По болотам ездить? А как через реку, а как по лесу без дороги пройти, да? И когда струны дороги подойдут к каждому дому, при этом нет немая земли, то вы свободно можете перемещаться по всему миру без проблем. я ответил и какой-то там еще. Все понятно, да? Спасибо. А можно мне вопрос задать? Можно. Можно? Да. Давайте сейчас я задам вопрос. А Анатолию Дуаровичу еще попрошу, чтобы он тоже сегодня... А Анатолию Дуаровичу дадим право тоже задать вопрос? Давайте. Анатолию Дуаровичу, тут подошел один наш знакомый и очень серьезный профессионал, потому что было очень много вопросов, связанных с железной дорогой, с отношениями, с взаимоотношениями струнной технологии и железных дорог, вообще как развивались железные дороги. И мы буквально сколько, две или три недели назад были в конструкторском бюро, и я могу сказать, что больше чем профессионалы железнодорожника об этом спрашивать бесполезно, правильно? Кроме как у профессионала железнодорожника. И здесь подошел один очень хороший знакомый Анатолий Дуарович Юницкого, и мой теперь уже бывший руководитель западно-сибирской железной дороги, бывший заместитель министра путей сообщения, я могу сказать, что больше профессионала и железнодорожника, ну, наверное, представить невозможно. И я сейчас прошу, Сергей Анатольевич, можно вас туда пригласить? Теска, кстати, помню теска. А вы сейчас будете между двумя Сергеем Анатольевичем стоять. Друзья, то есть Анатолий Дуарович у нас между двумя Сергеем Анатольевичем, мне тоже, что бывает не так часто. И сейчас вот такой вопрос, который я, Сергей Анатольевич, мы приехали в конструкторское бюро, вы посмотрели, вы как железнодорожник с большой буквы «Ж», то есть с самого начала, то есть, ну, больше, чем вас профессионалы, я помню вас еще 25 лет назад на западно-сибирской дороге. По землячески ко мне так относишься, как к сибиряку, к сибиряку, так? Ну, мы же все с... Кузидеева, да. И просто Сергей Анатольевич, он отвечал не просто в министерстве, знаете, там сейчас много, особенно сейчас, кто руководит, там до этого разведчики руководили железной дороги, теперь вообще финансисты. Но мы не будем критиковать, мы же говорим о другом совершенно. Не критикуем. Просто сегодня, вот если управляют те, кто железной дороги имеют, ну, скажем так, никакое отношение. А Сергей Анатольевич как раз профессионал, и он отвечал в министерстве за движение, за логистику, за просто более профессионала найти трудно. И вот мой вопрос, Сергей Анатольевич, вы посмотрели, вы увидели, как работает конструкторское бюро, как строится полигон, вы увидели, что делается. Я могу сказать, первое, вы увидели в этом будущее железной дороги. И второе вопрос, вы вообще в этом увидели серьезную работу, или это детский сад? И я хотел бы еще немножко добавить. О, я Анатольевич. Нет, нет, добавь. Нет, нет, ты как-то у меня есть. Год назад я был единственным сотрудником того предприятия, которое вы посетили. Год назад. Ну и сейчас. Прошу прощения, я не готовился выступать, но поскольку у меня предложили показаться сложно, тем более я смотрю, обстановка такая творческая, вопросы неожиданные. Я об этом транспорте знал еще в начале 2000-х годов. Ну, здесь уже рассказывали о озере, где был первый эксперимент успешный. Ну, тогда я был настоящим железнодорожником, у нас были реформы. И я один из тех, кто, вы помните, наверное, министра путей сообщения, Аксененко. Вот он эти реформы начинал, и тогда была задача оптимизировать расходы, сделать перевозки доступными и так далее, и так далее. Все это хорошо знают, чего, к сожалению, пока не получилось, и на пригородных перевозках это видно всему. Ну и я отвечал за заместитель, министра движения, начальник департамента перевозок, за эксплуатацию. Ну, естественно, нужно было тяжелые поезда, скорости, расходную часть убирать и так далее. Ну и много удалось сделать, но, к сожалению, результата не получилось. Того, который... Я тогда видел, что не получится, потому что очень большая нагрузка на железную дорогу. А скорость какая движения? Нет, ну, есть скорость участковая, есть грузовая скорость. Грузовая какая? Да, грузовая скорость, она равна там 19 километров в сутки. В 19 веке была выше. Нет, это было еще... Да, доставка груза, она на это... Эта скорость, она не меняется, и сегодня такой же осталась. Она была рассчитана на паровозную тягу, сегодня уже есть электровозы. И тогда вот, ну, просто, как в литературе прочитал очень красивые картинки, посмотрел фотографии, не только картинки, а уже фотографии, реально подтвержденный ЗИЛ на струнах двигается. Ну, и потом я занимался уже практическими делами, то есть из министерства ушел, занимался, ну, будем, своей компанией, грузовой компанией. То есть то, что вот теоретически было, занимался операторской работой. То есть компания «Новотранс», перевозки, то есть частный бизнес и так далее. Ну, тоже многого там не удалось достичь по ряду причин, потому что нету реальных условий для этого. Ну, и вот мне предложили посмотреть, что прошло за 10 лет. Я был месяц назад в Минске, познакомился с коллективом. И когда я видел картинки, мне казалось, что, да, на компьютере сегодня многое можно показать, и очень быстро это все менялось, и красиво было, выглядело все. Ну, мы спустились, ну, мы спустились, и там три этажа, серьезный коллектив. Я задал много вопросов, и искал корень решения вопроса, в чем вот изюминка, да, струны, понятно, экология, скорость. За счет чего скорость? Я вот увидел, ну, то есть у меня тоже была проблема, когда, вот, помните, наверное, при Аксеньке скоростной поезд с соком, сейчас Сапсан и не наша. Тогда была теория, сокол должен быть с такой же скоростью, он не пошел, скорости не хватало. Я увидел, что двигателем является колесо, то есть мотор-колесо, оно решает много проблем, дает возможность скоростей. И тогда на все вопросы, которые у меня возникали, я задал, и получил на все ответы. Вообще опирание, вас удивило, что здесь... Да, я удивил, да, то есть была проблема в том, что скорость, большая, ну, в общем, сложная передача в шестеренках, в тяге, а двигателя передать на колесо, а здесь решение, вот, именно, такое прорывное, на самом деле, может быть, сегодня то, вот, что нарисовано, и так в голове все это ясно, на самом деле, кажется, это далекая перспектива, хотя проблемы, которые есть сегодня у транспорта, они подсказывают, что нужно просто перешагнуть. Это вот как вот, есть поколение, ну, уровень, класс один, второй, третий, ну, это уже, наверное, какой-то десятый, может, класс. Просто нужно решение, которое должен принять, ну, соответствующий уровень руководства, чтобы шагнуть на эту ступеньку и подняться. Конечно, силы потребуются, расходы приличные, но, как бы, совершенно, несравнимы расходы, те вот сегодня, мы сравнивали поездки с Апсана. быстро, комфортно, хорошо, но масса этого поезда, практически энергия, то, что, сколько там людей перевозится, то вся энергия уходит больше на то, что перевести сам этот Апсан, сколько по его весу, и все расходы с этим связаны. Здесь же совершенно другая технология, здесь, в основном, энергия затрачивается на то, чтобы перевозить пассажира, груз, и реализовывать скорости. Я все время смотрю на тару, вагон, вот сегодня тоже на железной дороге, там вот, 60-62 тонны, едет 36 человек. Потом тянет электровоз, весом 200-250 тонн. Тоже делите на пассажир. Получается, две тонны железа, две тонны, везут одного пассажира весом 80 килограмм. Кого везет железная дорога? Себя везут. На себя тратят энергию, сама себя из нашего, вот те же рельсы, шпалы и так далее, да? У нас, где-то на пассажира, 150 килограмм железа. Вот эта логика, вот рассуждение, она как раз дает возможность решить проблему, потому что сегодня проблему, ну, многое можно сделать, но все равно, сегодня нужно у государства брать деньги, чтобы доплачивать пассажиру за его поездки. Реально человек не может рассчитаться. Или, ну, в общем-то, это дорого очень будет стоить. Сегодня за счет грузов, каким-то образом, это все, ну, тоже владельцы груза, тоже не согласны с этим за счет того, чтобы платить за перевозки своего груза, плюс еще и пассажирам оплачивать. И как-то это все неконкретно. А здесь вот оно по своей цене, по своей себестоимости, по расходной части, оно как бы дает возможность реально рассчитывать на, возможность оплачивать те расходы, которые несет этот транспорт на перевозку конкретного человека. то есть, открытая экономика. Сергей Анатольевич, еще вопрос. Можно, да, так сказать, разрешите еще, да? Пока два. Тут просто, тут ребята задавали вопросы, то есть, сейчас не то, что пользуемся случаем, а когда задают вопросы, то понимаете, что интересно слушать, когда профессионал, потому что больше у профессионала, чем Сергей Анатольевич, трудно представить в железной дороге. Да и много, заканчивая, я уже 10 лет не железнодорожник такой. Железнодорожники, все, какие там были, они так и работают. И второй, это Анатоль Дуарович, тоже профессионал. То есть, вот это интересно, я специально показываю, что уровень вопроса уровень ответа, потому что, когда начинают задавать вопрос, сдует, не сдует, порвется, не порвется, это, конечно, для человека, не сдует и не порвется. Ну, это точно. То есть, люди, которым лень почитать на сайте, они приходят и они смотрят. Поэтому, сейчас вопрос более каверзный, Сергей Анатольевич. Это мы еще с Поддавашкиным, когда мы с Анатолием Дуаровичем ходили, как Сюнин, когда он сказал, шпал нету, железной дороги будет. Проговори, я же говорю, не буду называть фамилию, он взял и назвал. Так вот, смотрите, вопрос, когда мы обсуждали, Поддавашкин отвечал как раз за объемы перевозки в министерстве, он тоже заместитель министра на тот момент был. И мы, когда обсуждали вопрос по возможностям Skyway, тогда это называлось струнные технологии, я ему тогда говорил, сколько вы собираетесь возить по Транссибу. Тогда возили 100 миллионов тонн, потом подняли до 115, предел 118. Сегодня подошли к пределу. Сейчас просят из бюджета 2 триллиона рублей, чтобы увеличить до 250 миллионов тонн. Так, Сергей Анатольевич? Ну, то есть эти планы есть. И, представляете, потратить весь фонд будущих поколений для того, чтобы удвоить то, что строилось при Александре Третьем 150 лет назад. Чтобы поднять скорость на 1 километр в час на Транссибе, нужно вложить 2 миллиарда долларов. На 1 километр. Да, да, да. Потом на 100 поднят, на 200 миллиардов долларов. Я сейчас задаю такой сложный вопрос, а Сергею Анатольевичу надо будет только сказать да или нет, я сразу извиняюсь так сказать. Так вот, смотрите, Сергей Анатольевич, а сейчас вопрос, то, что делает Skyway, то, что делает система Евраз-Транснет, то есть евразийская система, это компания, которая севодит технологии на рынок. По нашим расчетам, Анатольевич, сколько будет с востока на запад идти грузов? Ну, не менее, наверное, трех миллиардов тонн по этой сети. Вы имеете в виду в год? Да, в год. Ну, где-то больше миллиардов потребностей. Это уже Китай, Индия. А плюс вода, плюс холода. Так сказать, то есть это уйдет, вообще по нашим расчетам 5 триллионов, ну, 5 не будем пугать, хотя бы 3 триллиона. Вот я могу сказать. Миллиарды. Миллиарды, извините. 5 миллиардов тонн, да. Сергей Анатольевич, как вы считаете, железная дорога теоретически может сегодня выйти на объем перевозок в 20 раз больше через евразийское пространство? И какие затраты для этого вообще понадобятся? Ну, тут слово да-нет я бы не хотел, так просто, да. Дело еще вот в чем. Дело сегодня не столько в объемах по железной дороге, а в качестве. Ну, вот главная перевозка, главный груз для железнодорожников это уголь. И сегодня угольщики научились добывать его так, и готовить его на месте в таком качестве, что, ну, в общем, вопросов нет. И осушают, и очищают, и размеры нужные, и продают его таким. Но таким он до потребителя не доходит, потому что его грузят раз, выгружают два, пока он идет, он попадает с Кузбасса, он пошел на Дальний Восток, идет 5000 километров, попадает с одного пояса, дожди, и все так далее. Все это... Это я просто иллюстрацию, пока вы тут говорите. Там экскаватор, там бульдозер, еще раз перелопачивают. Сейчас экология, сейчас запретили строить порт, потому что от угольной пыли, она идет в город, нужно сделать крышу. Я плохо себе представляю, как это вот огромный склад угля, значит, в крышу. Ну, и само по себе качество. То есть, когда уголь добыли, осушили, и потом везли, заморозили, промочили, переворошили, то есть, он пришел уже совершенно другого качества, и угольщики получили другие деньги. Не те, которые потратили, а те, которые им по месту получатель уже рассчитался по факту, то, что получил. Это другой груз. Поэтому сегодня вопрос стоит не в том, только ли, чтобы перевести эти объемы, объемы... Качество транспорта. Надо качество, да. То есть, если, вот если про объемы говорить, то вот как раз, как раз, скажем, конец 80, самый большой объем перевозок был в 88-м году. Это тогда, когда вагоны сами себе уже мешали. То есть, было вагонов столько, и когда груз кончился, вагоны остановились, то есть, места вагонам на железной дороге не было. Нужно было ставить их на главные пути. Тогда их сбрасывали, там, разделывали, и освобождались от них. То есть, вагоны, если идти за объемами, то в какой-то момент вагоны становятся сами себе мешать. Поэтому, это не выход за объемами нации. И важно сегодня привести качество. если потребность такая есть. Она есть. Потребность есть. Мы сегодня говорим. Мы добыли уголь, дали ему качество, а привезли его... Добыли миллиард тонн в Кузбассе и в Китае, и они добывают два миллиарда тонн. Им нужен уголь. В два раза меньше. Завезем мы миллиард тонн на железнодороге. Да нет, не перевезем. Если даже надо будет, не перевезем. То есть, надо решение принимать, которое дает возможность качества. А на качестве делать объемы, потому что просто делать объемы, это дело того времени, когда был Советский Союз. Объем тоже нужен. Вопрос такой. Значит, сегодняшняя традиционная железная дорога, эти потребности, эти вопросы решить не может. Второй вопрос, который мы обсуждали... А можно пояснить, почему основная причина? Да, конечно. Железнодородники работают поезда, металлогика, железнодороги. Должен быть поезд. А есть еще понятие продуктопровод. Вот нефтяная труба, она же не имеет поезда, или газовая труба, или водопровод, или конвейер промышленный. У нас фактически SkyWay это продуктопровод. Он имеет другие характеристики. Они гонятся за непроизводительностью, а вот побольше вагон, побольше нагрузить, да? А мы за другим. Идет непрерывно, малыми количествами, и в результате производительность... И цена. И цена, и качество перевозок улучшаются, да? И чтобы 100 миллионов тонн, допустим, нефти качать, ну, наверное, нужна труба, наверное, диаметром один метр. Не 100 миллионов тонн в год, а вот представьте Транссибирскому магистрату, чтобы возить 100 миллионов тонн, сколько нужно поездов, весов, шпалов, мостов, путепроводов. Поэтому мы работаем в логике продуктопровода, и мы можем, если надо, там вот были картинки, перевезти миллиард тонн в год по одной трансе. В логике продуктопровода. Я тоже был... Ну, Кринь, то, что мы тогда проговорили, сделали, то есть, ваше общее, теперь, я думаю, это интересует всех, ваше просто личное впечатление. Опора, спрашивая, как в карах. Вот один из вариантов дом, где они являются опором. Сергей Анатольевич, ваше личное впечатление от того, что вы увидели, от того, что вы познакомились, от того, что вы сегодня, я считаю, в нашей команде. Можно еще я закончу мысль про свой уголь, потому что это у меня идея, поскольку там нужно было искать реальную оптимизацию. Все знают, что на Дальний Восток везут уголь, а с Дальнего Востока пустые вагоны. Контейнеры, наоборот, с Дальнего Востока везут груз, в центр, обратно, вагоны идут пустые. То есть, у меня была мысль убрать эти расходы, и тогда, ну, то есть, она тоже немножко такая из фантазии, фантастическая, для железнодорожников, для меня самого, если бы я внешне сидел там напротив себя, удивился бы, что он говорит, перевозить уголь в контейнере. Я с этой мыслью и приехал. Анатолий Артольевич посоветовался. А можно сделать так, чтобы вот контейнер мы довезем до Уссурийска, скажем, а там вот с помощью ваших струнных технологий этот контейнер будет уже на Дальний Восток и прямо грузиться в пароход и отправляться, куда нужно. А дальше в этот же контейнер будем грузы, и вот уберем расходы ненужные, порожние пробеги ликвидируем встречные друг к другу, высвободим пропускные способности. Мы говорим, а сколько нужно вот этих контейнеров? Ну, я так думаю, сейчас пока, ну, скажем, тысячу в месяц. Мы говорим, ну, разделили, сколько, значит. Какой интервал будет? Практически 30 контейнеров в день нужно будет отвезти на расстояние 100. Ну, это просто мы построим линию, которая не будет работать. Контейнер прицепить к этой струнной технологии проблем, говорит, нету. Но это нужно ли делать? Такое. Я тогда понял, что да, то есть совместить вот одно решение с другим будет совсем несколько неправильным. Поэтому нужно не полумерами шагать и делать вот то, что сегодня, оптимизировать, да, надо убирать, ненужные расходы, а нужно сделать так, прорывное, чтобы подняться и железная дорога должна доживать свой груз и возить то, что у нее есть. А новые технологии должны принять тот груз, который сегодня реально напрашивается перевозить в других условиях. Вот я бы так сказал. Друзья, вот это я могу сказать дорогого стоит. Кстати, эта логика вот после посещения нашего предприятия изменилась. Ну да, я ехал себе союзника найти и думаю, как-то вот это дело решить. А решил так, что, в общем-то, это полумеры и делать этим не стоит, оно не заслуживает этого. Нужно делать шаг просто напрямую на следующую ступеньку. Сергей Анатольевич, давайте все поблагодарим за то, что такого уровня и такие специалисты и профессионалы с нами. Антон Ильич, если у вас больше вопросов нет, у меня нет. Все, тогда отпустят. Да. О домах, опорах. Можно вопрос? Пожалуйста, следующий вопрос. Владислав Скалибов, город Херсон. Дома опоры, струнное, вакуумное стекло, ну, как правильно вы уже скажете, ваша разработка, это в крайнем ухо слышала. Сергей Анатольевич раньше на конференциях говорил, можно ли в 2016 году начать их уже строить? К примеру, Крым, Одесса, Дальний Восток, в Москве, здесь, где мы находимся. вакуумное стекло, это можно, но, опять же, это не нужны деньги, на финансирование. Что такое вакуумное стекло? Ну, известно, что самый лучший изолятор, это вакуум, поэтому и термос, вакуумное стекло, для остекления здания, то я уже говорил сегодня, когда про гиперлоб говорил, разность давлений, тонна на квадратный метр, поэтому, если сделать просто обычное стекло, где будет прослойка с вакуумом, то просто раздать, потому что на квадратный метр придется нагрузка 10 тонн. Я решил эту проблему, так, и можно сделать вакуумное стекло по цене, не дороже обычного стеклопакета, и что это, какие характеристики. Представьте, стекло будет толщиной, ну, 15 миллиметров, ну, с вакуумной, изоляционной прослойкой, и теплоизоляционное свойство будет у нее, как у кирпичной стены, толщиной полтора метра. И вот с таких стекол можно строить фасады здания, и я, например, к архитектору отношусь по-другому, чем к архитектору. Я их, честно говоря, не понимаю, современные архитекторы. Они такое ощущение, что они живут в домах, которые они проектируют, у них жить некомфортно. Для меня архитектура, это как вот кожа для человека, да, она защищает от вредных воздействий, да, изолирует. поэтому эту кожу надо делать другой, ни с кирпича, ни с бетона, да, вот вакуумное стекло годится для этого. Представьте, что здание стеклянное, ну это кожа, это оболочка, а там несущий каркас. это здание теплое зимой, прохладное лето. Оно освещено. Меня вот удивляли эти небоскребы в Дубае. Приезжаешь туда, стеклянный небоскреб, а внутри горит тысяча ламп, потому что темно. Плохо, спроактивно, хотя оно стеклянное. Взято так, чтобы там было светло, чтобы был природный, естественный свет, да, чтобы там были хорошие условия, чтобы уже росли растения, были сады, цветы, которые дают кислород, которые выделяют фитонциды, нужные для здоровья, очень полезные вещества, да. И вот вакуумное стекло позволит изменить домостроение вообще. Так? Но опять же, чтобы это сделать, надо, то есть, обтеленные еще лабораторные испытания сделать надо технологию, чтобы она была промышленной. Ну, это где-то уйдет года, год-полтора, и надо где-то порядка трех-пяти миллионов долларов. Поэтому будет финансирование, я-то, значит, не буду, я не могу отначать, и на ухау не могу сказать, там решения настолько простые, что сейчас скажу, все поймут, что такое. Так, поэтому это нельзя сейчас говорить, но конструкция простая, работоспособная, сто процентов. Мы вместе это решим. Спасибо. Легко, большое. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Мир вам, Анатолий Дарович. Меня зовут Элия. Микрофон плохо слышит? Хорошо, так. Ну, во вселенной существует закон, что любой зов предполагает отклик. Я везде слышала, что вы говорите, что там вандалы, как с ними быть, и, в принципе, как вступить в контакт с цивилизациями. Я являюсь учителем ангельской медицины и президентом Международной лиги ангельской терапии. Вот это отклик. И поэтому я хочу вам предложить сегодня, для того, чтобы вы на соответствующем уровне общались с теми, кто с МЧС, который не наш МЧС, а тот, который сооружение сборевает, были у вас определенные инструменты, с чем можно было бы к ним идти. Не с бульдозером, как они пришли, а другие, более высотные инструменты. И для этого я предлагаю, здесь еще и мой личный отклик на сибирский холод, провести медитацию посвящения в энергии Архангела Михаила, в частности. Можно было бы других взять, но они в другое время будут работать. И у них не те инструменты, чтобы работать с МЧС. Поэтому, простите, у меня не вопрос, а предложение. У вас уникальный проект, это уникальное предложение. Благодарю. Вопроса нет, да? Хорошо. Я дал тогда как бы часть ответа, а я, вы знаете, им всем благодарен. Да. Начиная еще от КГБ СССР, которая меня преследовала. Смешно, потому что они дали мне развитие, развиться. Это правильно все было? Это Бог ведет. Да. Представьте, что были суды в советское время, что я телепат. В Литве я сейчас российский шпион, а там я был немецким шпионом. Были свидетели, они обратились с заявлением в суд, в СССР, что в 80-м году на Олимпиаде в Москве я какому-то немцу передал секрет перочинного ножика с двумя шарнирами. Я до сих пор не знаю, что за секрет я выдал, но суд был. Спасибо им, так они заставляли меня работать. Это было по космической программе. А то, что вандалы снесли в озерах, благодаря им мы сейчас в Беларуси строим то, что они снесут. и это будет четвертое поколение. Зачем консервировать первое поколение, представьте, если бы оно пошло. Это 20-30 лет. Вот я прошел путь от первого поколения до четвертого за где-то 12 лет. Авиация от самолетов братьев рай до А-380 от первого до четвертого поколения понадобилось 100 лет с лишним. Так спасибо этим сносителям. Спасибо им большое. Я благодарен. И я с ними в нормальных отношениях. У меня нет ни зла, ни обиданного. Арина. Все нормально. Арина Ким с Энгельс, город Энгельс в Саратовской области. Анатолий Девлардович, у меня к вам один вопрос. Когда вы видите огромный зал, который собрался здесь. Вы уверены в нас? Да. Конечно. Спасибо вам. А теперь у меня вопрос к залу. Вы зажглись идеей Юницкого? Да. Пока идею горим, пока сердца для чести живы, друзья, Скайвею посвятим души прекрасные порывы. АПЛОДИСМЕНТ Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот вы говорили, струна должна быть предварительно натянута. Громче, пожалуйста. А ведь у нее длина-то должна быть очень большая и длинная. Это же не как рельса, которая там до километра длиной. И где концы будут находиться вот этих струн на конечных станциях или где-то будут переходы. Понятно. Ну вот вариант рельса на струн, наверное, рисован здесь, да? Ну, конечно, условно. И это все идет туда, естественно, да? Струна эта наиболее соцсообразная струнная проволока. Она производится длиной промышленности до 10 километров. При этом, когда мы напрягаем, то это закон Гука, сопромат, старь вытягивается. Чтобы понимать, насколько вытянется, если у нас анкерные опоры будут через, допустим, 5 километров, а напряжение вытяжки будет 10 тысяч килограмм на квадрат в сантиметр, это одна двухсотая от модуля упругости стали, от двух миллионов. Значит, на одну двухсоту длины сталь вытянется. Что это значит? Если будет 5 километров между анкерными опорами, 5000 метров мы делим на 200, 25 метров. То есть проволока надо вытянуть на 25 метров, а потом закрепить. И крепится в анкерном узле. Это маленький такой узелок. При этом, говорят, струнная дорога, балалайка, по струне, не по струне едет колесо, оно едет по рельсу, это арматура, это несущий элемент. Вот перекрытие, там же тоже есть арматура. Мы же не по арматуре ходим, по полу, по бетону. Вот так и здесь. Поэтому струна выводится в анкерную опору, если вот анкерная опора, а головка рельса идет непрерывно, а струна выводится и анкерится в теле опоры, а колесо движется по рельсу, который не имеет ни носки. Между опорами будет крепление, да? Ага. Между опорами, ну, на опорах. Это анкерная опора. Куда заводятся концы, да. Они могут быть через 3 километра, через 5, через 10. Ну, есть разные варианты. То есть это будет очень редко. А здесь она идет непрерывно, причем она внутри находится. Просто вы говорили еще, что даже если несколько опор поломаются, там снесутся, то все равно будет безопасно. Да, так это промежуточные опоры, так? Как бы аналогом является та же бельевая веревка. Струнная дорога. То есть два дерева, натянули веревочку, повесили белье, подперли палочками. Это промежуточная опора. Если палочку берете, что, веревка порвется, что ли? Она провиснет сильнее, но она не порвется. Поэтому, если говорить о банкиных опорах, они будут редко. А в промежутке будут промежуточные опоры. Если даже все опоры взорвать, путь не разрушится. Он просто ляжет на землю, может уехать по нему. Она не порвется, как и веревка, она не порвется. Поэтому землетрясение никогда не разрушит дорогу. Никогда. Любой силу землетрясения не разрушит дорогу. Что же касается анкерной опоры, то она еще прочнее, чем... Ну, вы знаете, что в Нью-Йорке упали эти две башни, потому что туда попал самолет. И от температуры, собственно, сталь потеряла прочность, колонн, и здание начало падать. До этого террористы пытались взорвать на первом этаже в подвале, где и парковка была, поставили машину со взрывчаткой. Микроавтобус. Две тонны взрывчатки взорвалось. Здание не рухнуло. Так вот, чтобы разрушить анкерную опору грузовичка с двумя тоннами тротила, не хватит. Это очень прочная конструкция, да? Но даже если ее взорвали каким-то образом, то вот эта конструкция, она самонесущая, она передает нагрузку дальше. И даже это не разрушит дорогу. Спасибо. У нас есть юная участница нашей конференции. Пожалуйста, задай вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Собор, город Калининград. Я хочу спросить, вот если будет дождь, ливень или цунами, это снесет опору, да? Да. Понятно. Вот если взять земляную насыпь, тут у асфальта лежит, дождь пошел, начинает размывать, и это проседает, да, и разрушает. Потому что это песок, он не держит воду, да? Если взять, это является опорой для автомобильной дороги, земляная насыпь. У нас опора, они разные конструкции бывают, допустим, Т-образная есть опора, когда здесь путь идет, и здесь путь идет. У опоры есть фундамент, а потом свайный фундамент. Все это находится в земле. Дальше размыть. Представляете, вот взять и взять, чтобы ямка там глубиной 3 метра образовалась, это в поле, ну, невозможно. Опора не упадет, потому что свая, свайный фундамент идет на глубину 10 метров. Поэтому никакие дожди, наводнения, цунами опору не разрушат. Цунами тоже не такое же страшное. Оно, если обращали внимание, сносит дома, дороги сносит, да? А пальмы остаются после цунами. Почему? У них парусность маленькая. Вода обтекает и не сносит. У нас очень маленькая парусность. Вот эту снесет цунами, просто смоет. А эта останется. А дорога будет над цунами. Значит, по ней ему наехать. Понятно, да? Молодец, такие вопросы задает, да? Калининград. Пожалуйста, следующий вопрос. Анатолий Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Мое имя Владимир, мне 25 лет, Вуганск. Вопрос такой же, как и в маленькой МИС, только относится к сейсмической активности. То есть, устойчивы ли опоры при землетрясении? Ведь вы будете распространять струнную технологию по всему миру. Возьмем, к примеру, Японию. Недавно она пострадала. У вас предусмотрены какие-то защитные защитные меры? Это первое. Второе, я увидел, кстати, Сергей Анатольевич говорил, что пленивые не смотрели информацию на сайте. Я не смотрел, может быть, там и описано. Так что, прошу меня сильно не коричь. второе, я увидел некое сходство между вашими городами и городами, проектированными в Венере. Жека Фроско, я думаю, вы не слышали. Абсолютно ничего. Нет? У них предполагается тоже технологическое развитие. Я вот подумал, раз ваш Spaceway является в будущем некоммерческим проектом, почему бы вам не объединиться? Потому что у вас общие цели. у него это прошлое, а у нас будущее. Нет, это разные вещи. Это уже второй вопрос. Они технологически уже устарели. Они устарели. Потому что они делают на самом деле бетонные зубы и прочее. У нас именно вперед к природе. А они вперед к бетону. То есть это другие технологии. Но это второй вопрос. Первый вопрос по поводу сейсмической землетрясения, да. Предусмотрен нет, не предусмотрен, потому что в этом нет необходимости. Поясните. Потому что любая наша струнная дорога выдержит 10 баллов землетрясения по шкале Рихтера, а любое известное строительное сооружение будет разрушено. Любое. Эстакада пойдет далее. И у меня есть эксперимент. Вот просто нету здесь коробки со спичками. Со спичками. Я показал, что такое дорога. Я на пальцах покажу. Я положил спичечку, спичечку, спичечку. Это опоры. А потом положил спичечку, спичечку, спичечку. Это балки. Потом взял бы так и дорога улетела. Это традиционно дорога. Какая у нас там не зря говорят балалайка, гитара. Это уже ближе сходство с балалайкой и с гитарой. Я положил бы на стол балалайку и дул бы сколько душе угодно. Ничего со струнами не было. Понимаете, даже если я уронил на пол, струны бастались. А тебе представьте, эти спичечки я на пол уронил, что от них останется. это грубая, но аналогия. У нас неразменная конструкция. Для того, чтобы разрушить, трещина должна пойти по опоре. Трещина в земной коре. Но опора упадет. Она отстегнется как хвост у ящерицы от дороги. А дорога будет просто с увеличенным пролетом. И поверьте, подойдите к белевой веревке, трясите сколько хотите эту веревку, она не порвется. И чтобы порвать, ее надо вдоль потянуть. Вот если возьмете трактор привязывающий, потянете, она порвется. Так вот, если взять землетрясение, что вот анкенопора, вот анкенопора. Я же говорил, что для того, чтобы натянуть, надо вытянуть сталь, проволоку на 25 метров. А чтобы ее порвать, надо еще на 25 метров вытянуть. То есть струна порвется только в том случае, если эта опора переедет на 25 метров. Вы знаете хоть один пример, чтобы опоры ездили? Не знаете, да? Трясти сколько хотите трястить, ничего не будет. Поэтому никаких мер не надо. Эта система сейсмоустойчива исходя от своей инженерной сути. Она мандала устойчива. Она устойчива к терроризму по своей сути инженерной. она устойчива к ветровой нагрузке. Смерть там надо, сдует, эти автомобили все поздувают. Нашу дорогу не сдует, и инюбрус не сдует, у нее есть противосходная система. сейчас в Мексике скорость ветра достигала 300 км в час. Там еще автомобили, вот сейчас там ураган. Летает в воздухе такой ветер. У нас ничего летать не будет. Поэтому никаких мер специальных присматривать не надо. Спасибо за ответ. И последний вопрос от меня. Что касается электромагнитного излучения. Я так понимаю, что Ваша технология планирует в дальнейшем практически полную монополизацию интернет-коммуникации, электросеть. Верно? Есть ли в Ваших разработках защита от электромагнитного излучения? Потому что если упадет тогда полностью монополизированная структура, считаете инфраструктура и лишится человечества. Непонятно. Дело в том, что там нет необходимости опять же, потому что там слаботочный и там постоянный ток. Опасен переменный ток. Вообще под войсководительной линией электропередач нельзя даже коров пустить. Потому что это мощное излучение электромагнитного. Трава генетически изменяется. Трава. Поэтому нельзя молоко пить. В Германии есть закон закон, запрещающий трактористу более двух раз в сутки прожать под линией электропередачи. Это вредно для его здоровья. Он пресекает провода, где есть переменный ток. У нас идет не переменный, только постоянный ток, причем он низковольт. Там 500 тысяч вольт, а у нас 700 вольт. Это как дома в розетке. При этом мы движемся вдоль провода, а не поперед. Поэтому нет переменного поля, которое вредно. Более того, если взять рельс, то здесь будет канал для линии электропередач и линии связи. Канал бронированный и он находится в стальном корпусе, поэтому излучение не уходит отсюда. Оно локализуется в канале. Поэтому для пассажиров, которые едут в Нью-Любусе, это абсолютно безопасно. Спасибо большое. Спасибо. Анна, пожалуйста. Перевожу два вопроса. Нам все равно, как работает самолет, мы не знаем, и как ходят поезда, тоже не знаем. Мы просто хотим, чтобы был этот транспорт, и поэтому технических вопросов у нас нет. У нас два таких вопроса. Во-первых, центральные линии, это понятно, а как дальше будут развиваться структуры, ну, узкие эти, да, система, как будет развиваться. И второй вопрос технический, если один из, ну, по неисправности, один из вагонных в течение вот этих потоков, что-то такое будет, как она устраивается и как устраняется. Ну, когда, если говорить о сети Транснет, когда по всему миру можно построить десятки миллионов километров дорог, то здесь можно привести аналогию с кровеносной системой нашего тела. Это тоже сеть дорог, благодаря которой мы живем. Я не знаю, знают ли наши коллеги, какая у нас протяженность сосудов тела. Знаете, кто слушал семейные встречи должны знать сколько? Сто тысяч километров. Сто тысяч километров. Это почти растая на долу. И в основном это капилляры. То есть у нас есть как бы три типа сосудов, аорта, мощная. Это, допустим, будет транссибирская магистраль, аорт. Потом артерии менее крупные, которые идут к органам. А потом капилляры, которые идут в каждой клетке, к каждому дому. Поэтому нет смысла строить сеть, когда, представляете, к каждому, как железнодорожники. Зачем в деревне, где два дома, должна подойти скоростная железнодорога с том, что 100 миллионов долларов за километр, и должен подъехать поезд весом тысячи тонн. Там что-то маленькое должно подъехать, по очень легкой дешевой дороге. Поэтому у нас будет сеть дорог, и есть там разные варианты, когда по одним стандартом, а есть, когда стандарты разные, и мы пересаживаемся, но пересаживаемся не как метро, идя там полкилометра на станции, а пересаживаемся с уровня на уровень. Вот здесь идет, и там были вот иллюстрации, когда идет допустим на ком-то уровне идет высокоскоростная дорога, вот на этом уровне, вот туда идет, а здесь идет низкоскоростная, на этом уровне. Нам, чтобы пересесть, нужно всего лишь один этаж. Это 30 секунд. При этом транспорт движется не по расписанию, а как такси. Пришел, сел и поехал. В этом время не теряется. Я могу с скоростной дороги приехав тысячи километров пересесть на дешевенькую дорогу и дешево доехать до деревни, где живу или до дачи, вот по этой легкой дороге. Поэтому не надо в деревню приезжать на скорости 500 км. Вы просто прошмыгнете эту деревню свою. Потому что тормозной путь при такой скорости будет составлять 15-20 км. Тормозной путь. Поэтому нет проблем с созданием сети дорог и с логистикой оптимальной. И она у нас тоже проработана. Это то, что касается логистики. Что касается надежности, поломался, как дальше. Значит, есть законы, они по теории вероятности, статистикой и так далее. Кстати, с этим проблем мы сталкивались и конструкторы многих направлений техники, тот же Сикорский едва не погиб, когда на одном из первых вертолетов он поднялся на какую-то высоту и заглох двигатель. То, что он попал в тучу комаров. Комары забили фильтр, двигатель заглох и он упал. Ну, просто чудом остался жив. И он понял, что надо поставить еще один карбюратор, а еще лучше еще один двигатель. И тогда надежность повышается не в два раза, а в десять квадрате надежность. А если три у нас дубля в кубе, если четыре, будет в четвертости. Вот у нас взять Юнибус, четыре мотор-колеса. Ну, сломалось одно мотор-колесо, одно мотор-колесо, он едет на трех. Сломалось два, он едет на двух. Сломалось три, едет на одно. Так вот, в истории авиации не было ни одного случая, ни одного, чтобы заглохли четыре двигателя. Был один случай, когда заглохли три. Не повезло Иркутску. Есть кто-то из Иркутска? Наверное, знаете, этот случай. Антей упал в самолет на Иркутск. Сгорело около ста человек. Он был заправлен. И на взлете, а там трасса идет, полоса идет на город, и на взлете он вез истребителей. Это, наверное, диверсия была, скорее всего. Он вез самолеты, по-моему, во Вьетнам, истребители. И во время взлета заглохл этот двигатель. Он упал. Заправка больше ста тонн керосина на город. А потом начали расследовать. Что произошло? Оказалось, заправили летним топливом, керосином. Там повышенное съезжание влаги. А был мороз, сильный мороз. Образовались микрочастицы льда, шуга так называемая. И она забила фильтр. Вы знаете, у нас нет керосина, у нас нет летнего, зимнего топлива. И поэтому по большому счету таких причин, и то не четыре, а три двигателя заглохли. Поэтому вероятность, что заглохнет все практически на нулю. Но даже если это случилось, кто-то специально, как говорили, кто-то палки в колеса вставляет, кто-то вставил палку в колеса. И четвертая сломалась. Значит, следом идущий юнибус, меня это же, у нас же я говорю, что умная система, они же обмениваются информацией друг с другом. Если что-то случается с одним, уже следующий знает, что с ним что-то случается, надо ему помочь. Поэтому этот тормозит, выравнивает скорость, истыкуется, и тянет его до станции, до ближайшей станции, не меняя логистику. И он, один юнибус может тянуть пять поломанных, как локомотив. Поэтому верятность того, что он сломается на линии практически на нулю, и то, что он останется, тоже равно нулю. Он просто его дотягивает до ближайшей станции, тот выводится в сторону и идет на ремонт. А пассажир пересаживается в другую сторону. Поэтому практически это... Друзья мои, я очень благодарю вас за вопросы, которые вы задали Анатолию Дарвичу. Заключительный вопрос вы задали. И мы переходим к следующей части нашей сегодняшней встречи. Поэтому, пожалуйста, заключительный вопрос, и мы будем двигаться дальше. Борис Бондаренко, архитектор Москва. Два коротких вопроса. Значит, при обледенении рельсов, ну вот, нулевая температура и легкий заморозок, какие меры принимаются в этом случае? Потому что тормозной путь увеличивается, непонятно, да? И вот поворотные вот эти вот развороты, мне еще тоже непонятно, как там происходит, вот закрепление рельсов. Спасибо. Никаких мер принимать не надо, как землетрясение. Ничего предпринимать не надо. Нас не поможет обледнение как таковое. Я даже выиграл ящик коньяка в озерах, когда, по этому поводу, когда приехали эксперты, иначе рассказывают, что вы что, как это, там 1,10 уклон. Представляете, 1,10, да? А мы две недели намораживали лед. Специально? Но он не держится, он же как, как он был, да? Мы поливали водой, она замерзала, потом снова, ну, наморозили. Наморозили, 5 сантиметров льда. Потом выпал снег, и шапка снега. Там рельс круглый. 102 миллиметра труба. И, короче, здесь вот наморожен лед, а потом еще снег вот так. Короче, внизу стоит дзил на весь парах, как говорится, да? Вот с аспектом собрались, они говорят, не поедем. А я первый раз эксперимент ставил. Первый раз. Я говорю, поедет? Давайте поспорим. Они говорят, конечно, ну что, на ящики. Короче, эти эксперты убегали от этой дороги, потому что боялись, что по башке попадет кусок льда. Что произошло? И что происходит? Почему лед опасен на автомобильной дороге? В пневматической шине давление сколько? Две атмосферы, три, четыре, максимум, ну пять, максимум, в грузовике где-то. А лед держит 20 килограмм на квадрат сантиметр. Поэтому пневмашина уплотняет снег, превращая его в лед, а лед не разрушает. Здесь контактное напряжение колесо речь полторы тысячи килограмм на квадрат сантиметр. Потом первое колесо лед не держит, раздавливает ее. Лед, первое же колесо. Сталь по стали. Просто идет часть энергии и ходит на раздавливание. И эти куски просто слетают. И поэтому даже первое колесо движется по стали, сталь по стали. А следующие колеса вообще не знают, был там снег или лед, не было. Они как ехали, так ели. Поэтому никаких мер предпринимать не надо. Это абсолютно безопасно. И мы это провели такие эксперименты вот в озерах. По поводу поворота. Естественно, у нас будут повороты любого радиуса. У человека технопарка у нас минимальный радиус поворота 15 метров. Назовите утромая радиус поворота. У него такого нет. У него 50 метров. А у у нас 15 метров. Мы покажем великой технопарке. Просто этот поворот будет на пределах станции. На трассе такие радиусы не нужны. На трассе там физика опять же работает. Если будет поворот, то центробежное ускорение стремительное V квадрат на R. Вот представьте, будет скорость у нас допустим 100 метров в секунду 360 метров в час. Возводим 100 в квадрате 10 тысяч. И допустим мы решили сделать ну как все же хотят маленький радиус. Давайте сделаем тысячу метров. Ускорение будет 10 метров в секунду. Я могу сказать, что будет с пассажиром метров в секунду в квадрате. Все пассажиры повлетают в окнах. Полетят газон там. А или сам поедет по себе. Это больше, чем ЖИ. ускорение свободного падения. Поэтому радиус нужен не потому, что струнная дорога боится малых радиусов. Потому что чтобы двигаться с большой скоростью радиусы должны быть не тысячу метров, а 20 километров. 30, 40, 50. Самолеты не летают вот так. Если они поворачивают, то очень большой радиус. Потому что у них скорость высокая. Поэтому нам любой радиус по плечу и мы будем делать такие радиусы, которые нужны для комфортного движения пассажиров. Мы возим пассажиров, а не дрова. И они ехать должны комфортно и безопасно. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо Анатолию Дородовичу. На этом мы сегодня заканчиваем сессию вопросов. И давайте перейдем к следующей части нашего выступления. А сегодня у нас есть и культурная программа. И напоследок мне хотелось бы, чтобы Ирина Ральцева она хочет вручить Анатолию Дородовичу подарок. Анатолий Дородович, мы вот думали, как показать вашу ценность для нас и ваше любое уважение, наше любое уважение к вам. И мы решили... Александр, Александр, он предложил форму, как показать наше уважение к вам и предложил вашу книгу Ленинского демесной дороги обличь в такую прекрасную обложку и такое прекрасное оформление. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Результаты труда вашей жизни мы сегодня слышали, мы видим и мы получается ими уже пользуемся. Спасибо вам за все. Спасибо вам. Это вам. Шикарно, конечно, спасибо. Спасибо. Труд не закончен, вы уже меня что, участвуют? На пенсию продолжаете? Не, 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 только начало. А, ну хорошо, ну слава богу. Еще немного времени пройдет, ведь струнный транспорт как дорога к Богу. Все, что намечено теперь произойдет, оценит мир юницкого дороги. Спасибо. Это приветствие было от Харьковского представительства Украины. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. А вам всем близкий поклон от меня. Без вас я бы не делал то, что я делаю. Спасибо вам. Вашей поддержке и финансовой, и моральной, и вот эта аура доброты, любви я ее чувствую. Спасибо всем. Спасибо. Строй SkyWay спасай планету. Спасибо. Спасибо. субтитры